привет три дня выходных на 8 марта оказались не бесследными для кошелька но очень полезными для вас уже целый мешок пустых банок мне нужно было что-то купить в шкафах уже появились пустые места сколько всего интересного я купила сегодня будет обзор моих покупок на и средства для чистки всего дома но самое главное и она подходит для акриловых ванн очень экономичный расход я беру небольшое количество этой крем-пасты на губку она не царапает но хорошо все отмывает вот такого количества геля мне хватает пройтись по всей буквально по всей большущей ванной вот когда чистый гель он просто идет такой пастой размывается чуть-чуть добавляем воды он начинает пениться наношу оставляю а потом смываю что я сделаю это этим гелем заменила три вот эти средства у меня было средство для акриловой ванны средства соляной кислотой для унитаза от налета и средства для кухни и всякие поверхности с абразивными элементами я заменила на один универсальный который заменит сети подходит и для акриловых ванн и для унитазов дезинфицирует и для кухни поэтому решила лучше меньше но чаще и разные чем вот эти и долго и все время одно и то же аромат такая вот густая кремовая текстура без крапинок без каких-то вкраплений если здесь были абразивные какие-то вещества здесь их нет здесь видимо какие-то активные вещества которые все это смывают удобно одна банка на месяц на все нужды ванна ножья ножка очень интересное приспособление это для душа на озон покупала что это такое видите такая липучка которая прилипает и знаете она для чего для шланга точнее для душа вот часто бывает душ высокий одно место у него до доставили душевую мы 2 отверстия делали потому что есть пониже ростом люди в доме есть повыше а бывает кафель и лишние дырки не насверлишь и вот эта штука просто необходимая вещь отворачивается штука надевается на душ можно и душ как раз почистить систем вот так надевается на душ и этот душ можно клеить куда угодно на какую угодно стенку возвращай на место вообще уникальная штука просто необходимая для вот любой семьи мне кажется это находка это осьминожня ножка прямо класс держит прекрасно но когда у душа есть свое место здесь же вы я допустим ставлю помылась все я его сняла и на место поставила поэтому он не висит прям сутками бесконечно но вот помыться идеально как дальше может быть и отклеивается это прям супер находка щетка зубная щетка значит так японская углем она средней жесткости достаточно большая поверхность у кого повышенный рвотный рефлекс несколько раз подумайте стоит ли такой покупать потому что она очень большая но почему я не купила мне так надоели щетки в стаканах липучка на любую поверхность можно прилепить и будет стоять и крышечка для транспортировки как она открывается можно прилепить куда угодно и дорожная перевозка очень зубная щетка обалденная оказалась самое интересное чем интересна эта зубная щетка относительно обычной стандартной щетки она практически в полтора раза длине но очень эргономичная вот эта площадь закругленная позволяющая задвинуть щетку за восьмерки и зачи и почистить их за углом тонкие щетинки которые проникают межзубные пространства хороших прочищают покрыты угольным угольный налет на зубной щетки типа антон антибактерия оказалась очень удобная чистит сразу весь сегмент вот боковые зубы все хорошо прочищает очень удобно и очень классно никогда не думала что такая большая щетка будет очень удобно в применении вот прям высший бал для этой зубной щетки так зубная паста японская с корицей и мятой зубная паста японская они запредельных цен эти японские пасты и когда я вижу ее чуть чуть дешевле чем она в среднем может стоить у нас в москве я конечно же ее покупаю нежный вкус корицу я здесь не чувствую это мята с корицей корицу не чувствую мятный вкус нежный вот бывает сильная мята которая жжет прям рот здесь очень мягкая мята приятная оказалась зубная паста после чистки зубной пасты этой на утро нет налета на зубах и в течение дня не образовывается на индекс ppm у нее 1400 хорошая покупка за хорошую цену в москве популярна очень паста швейцарская кора прокс за счет своего пи пи м а за счет своей дороговизны она где-то стоит где-то полторы тысячи 1200 можно купить в редких случаях за 900 рублей за 90 грамм ничего примечательного в этой швейцарской кора прокс я не вижу но видимо идет такая агрессивная реклама сейчас у этого бренда и все стоматологи повернут на этой кора прокси на швейцарской я считаю что лучше всего японские пасты если они попадаются по хорошей цене вообще японская стоматология впереди планеты зубные плот пломбы это японские их не видно они подстраиваются подымали самые лучшие какие-то средства для решения проблем во рту типа чувствительность зубов кариес там или какие-то еще это конечно японские здесь наверно стоматологи даже со мной спорить не будут японская все самое лучше поэтому и зубные пасты я тоже стараюсь когда они попадают по хорошей цене я покупаю японский туалетная бумага четырехслойная лакшери чем она хороша почему при изготовлении бумаги не используют хлор и спирт у кого аллергия обратите внимание яндекс маркет дешевле чем папе хорошая четырехслойная при использовании в руках не растворяется также эти полотенцовский продукт на машинстах российских производителей на этой бумаге это японские технологии при изготовлении этой бумаги не использовался спирт и хлор нет рисунка на этой бумаге есть член моей семьи который использует для вытирания лица именно бумажные полотенца вот такого рода полотенца идеально подходит именно для таких нужд перчатки каучуковые для уборки какие они нежные нежные необыкновенно нежные перчатки никакого усиления нету здесь значительно отличаются перчатки каучуковые от первый раз покупаю каучуковые перчатки точно надо не пробовала нежные по ощущению перчатки необыкновенно ну мягкое какое-то покрытие может быть даже и ворсинок то нет они на ощупь очень нежные от воды нетоксичных растворов перчатки полимерный каучук с внутренним а внутреннее покрытие есть средней толщины так значит что-то агрессивное в них нельзя очень классный перчатки нежные кто покупает одни перчатки однозначно подумайте несколько раз если вы пользуетесь бензином скипидаром какими-то агрессивными химическими препаратами потому что они вступают в реакцию и с бензином и со спиртом но кто ничего этого не делает на мой взгляд отличные перчатки ну и конечно лимонная кислота 200 рублей кило двести хорошая банка мне нужно как раз сейчас для уборки в ванной с мягкой крышкой кило 200 дешевле чем я покупаю 300 грамм в магазине короче вот для уборки причем она лимонная косота премиум стопроцентный натуральный одни преимущества кило двести хорошая форма для хранения мягкая крышка из недостатков нету ложки дозатора в этой лимонной кислоте но даже это не проблема потому что в доме всегда есть много ложек одни преимущества для экологичной уборки в ванной на кухне идеально спрашивала меня мог для веледы купила на озон 366 рублей но на мою швабру у меня профи нужно нужен мог 3414 этот был 3614 и я подумала ну какая разница на 2 сантиметра не такая большая разница главное крепление мои есть кстати сейчас оригинальных вели это практически нет но они если попадаются они очень дорого тут китайская есть наши мопы которые под веледу делают и есть китайский решил заказать китайский потому что он более симпатичный с красными такими штуками креплениями 36 удивительно рискнула просто потому что 366 рублей было оказалось идеально сидит на швабре на веледу профессионал а офигенно подходит 3-го старый оригинальный он уже весь подрался но размер самое интересное вот он 34 и этот 36 ровно такого же размера абсолютно поэтому смело можно брать 36 потому что он все равно подсядет чуть-чуть не прогадала и в цене выиграла и по размеру не прогадала абсолютно идеально подходит по размеру чуть-чуть вот один чуть-чуть свободного но при в жизни это не будет бросаться поэтому тут мой стоил 900 или тысячу а этот 400 чувствуется разница и два сантиметра совершенно не играют роли водосгон нужно такой длинные ручки чем он будет удобен тем что одевается и получается такая длинная длинные приспособление которое можно достать высоко и помыть кафелька вышла осечка казалось бы очень удобный предмет потому что он длинный 75 сантиметров можно долезть везде окна какие-то высоко помыть идея очень хорошая но вот не люблю эти штуки покупать не потрогав потому что всегда хочется посмотреть насколько мягкий силикон и всегда надо проверять на абсолютную ровность этого предмета этот водосгон и вот смотрим видите какой сил поэтому когда я даже если я вот так сильно только вот в таком положении он прямой но я же не либо под прямым углом я же всегда вот так под углом и получается там щель которая не захватывают поэтому этот водосгон плохо собирает воду приходится с большим усилием нажимать что очень плохо я не могу с таким усилием нажать допустим на зеркало на стекло я могу просто от этого усилия сломать его поэтому это оказалось я бы сказала это бракованная вещь потому что вот как должен стоять скребок под углом и абсолютно прямой вот в этом скребке мне устраивало все единственное не хватало ручки и его нельзя было надеть ни на какую швабру потому что ручка некоторые вот эти водосгоны они с широким отверстием можно на парку от швабры накрутить они быстро выходят из строя вот допустим у меня уже крови эти неровные а то что неровно он плохо загоняет воду на маркетплейсы хоть посмотрела их такое там большое количество вот в магазин приходишь там две-три штуки и выбрать не из чего на маркетплейсах божий их такое большое количество всяких разных но этот оказался неудачный вариант началку но она пришла все так нахваливали ее я хотела заменить кис вот эти турецкие и купила дорогущую дорогущую мочалку потом посмотрела на нее потрогала и поняла что я продешевил не продешевила а переплатила потому что не настолько уж она и как-то мне понравилось за цену одной вот этой мочалки достаточно мягкой я бы купила три таких кис и черных супер жестких вот я ими уже пользуюсь тысячу лет и понимаю что к ним надо опять возвращаться благо они сейчас едва шелковая для лица это черное для тела прям мне очень нравится они просто уже такие страшненькие решил их заменить но поняла что не то купила дорого и как-то не очень ссылки на все мои покупки оставила под видео единственное не оставила на вот этот водосгон потому что он бракованный не знаю может быть они все такие и на эту мочалку не знаю мне она не понравилась по покупке показала теперь применю его жизнь хочу помыть кафель значит кафель который возле ванной вот он здесь забрызгивается мылом известковым налетом но только вот эта часть в ванной все остальное в ванной абсолютно чистый кафель здесь не нужны какие-то сильно агрессивные средства небольшая косметическая уборочкой все будет чисто лимонная кислота один из нужных растворов которые необходимы в доме где-то на литр я возьму две чайные ложки лимонной кислоты не сильно отжимаем чтобы он был такой влажный вода горячая с таким раствором по стенкам ванной это слабый раствор который справится именно с мыльным налетом вокруг ванной и грязи которая капает в душевой такой раствор не справится если там очень сильный налет в душевой я использую утенка или соляно содержащие средства для унитаза именно там две капли наносишь сгоняешь и смываешь не вредит соляная кислота душевой у меня много видео на эту тему где мою душевую именно с гелем с соляной кислотой это получается быстро и результативно как нибудь тряпочку я беру свои скруберы у меня обычных тряпок нет и на эту же тряпку немного геля для мытья посуды любого мыло гигантское ведро гелем можно использовать куда угодно мыли тряпочкой прохожусь по тем местам где у меня лимонные кислоты они хорошо отмывают но и в то же время ничего не царапают нанесла все на стены на раствор теперь мою ванну в том что здесь потопталась ногами она большая небольшое количество своего нового универсального геля немного он очень экономный так лимонная кислота для чего подходит помыть белый шкаф и прекрасно будет что-то отбелить пластик 5 наверное постояла включаю горячий душ беру руки швабру в одной руке горячий душ в другой руке швабра беленькая блестящая ванна и здесь бы мне нужен был водосгон достаточно просто согнать воду и будет здесь идеально вытирать не надо один водосгон пилот панкин свой старый изгоняем он не тоже уже подпортился но он все равно лучше чем тот который я купила так все здесь у меня кафель блестит дальше кафель буду мыть простым раствором вода и нашатырный спирт все больше ничего и вода где-то полтора литра нашатырный спирт где-то столовая ложка нашатырный спирт водные растворы аняка аммиачная вода все это одно и то же нашатырный спирт 10 процентов все это одно и то же хорошо отмываем моб от лимонной кислоты опускаю в воду отжимаю хорошо отжать мобом прохожусь по всем остальным поверхностям с кафелем должен быть хорошо отжать шатырного спирта надеваю сухой моб или тряпку надеваю на швабру и прохожусь по всем местам сухой тряпкой иногда тряпки бывают такие не ворсистые и вытирать они будут плохо хорошая идея часто вот смартфон особенно геля для мытья для стирки приходят завернутые в пупырчатую бумагу вот я что делаю в два раза сложенная пупырчатая бумага вот так подкладываю подмотку такой у меня он мелко ворсистый и теперь этот молд за того что у него здесь такая мягкая прослойка будет вытирать идеально все поверхности реально блестящие поверхности то же самое для потолков сухой тряпкой надо вытирать сразу пока еще но слегка влажная после нашатырного спирта тогда не останется никаких разводов для шкафов внутри используют турецкие силиконовый он для меня незаменимый так как это собирает и создают пленку приятную глянцевую ванну помыла теперь надо вот это все нужно разобрать вот этот беспорядок разобрать все вынимаю купила фикс прайсе такие штуки корзинки идеально подходит конечно лучше было бы если они были прозрачные ничего страшного на ноги буду использовать просто по небольшому кусочку буду приклеивать задней стенки задней части чтобы они не ерзали он потом хорошо убирается так теперь здесь ящик он здесь и грязное белье и косметика какая-то все это сейчас уберу вела осталось наверху сейчас вот так все сдвину это конечно хотелось бы убрать но этот минимум его никуда не затолкаешь слишком высокие банки это пошло бы в нижний комод но они нужны каждый день поэтому туда-сюда таскать неудобно все здесь где порядок мне вот здесь лежит куча пакетов это для мусорного вида говорю убрать нет говорит пусть лежат что придумала я мимо такая коробка я вырезала вот здесь вот такой часть в коробочке вырезала еще у меня есть такая пластиковая штука от сыра или от колбасы вот отрезаю ровно такой ширины как эта коробочка чтобы она попадалась помещалась вовнутрь такой какой нужно шире как камни куча всяких пакетиков я их складывают так чтобы не были размером вот обхватывали вот эту пластиковую штуку неважно как 3 из 4 ну вот каждый пакетик я вот по такому размеру складываю допустим большой пакет я раскладываю пополам и вот он у меня так здесь лежит и так все пакетки так складываю все пакетики потом кладу сюда эту штуку у меня получается вот такая вот такая конструкция теперь эту конструкция здесь заскочила и получается и у меня пакетик и у меня вытаскивается порядок и аккуратно пакеты маечки тоже так легко сложить пополам складываю пакетик вот такая коробочка вот так тянуть и вытаскивается пакеты это сейчас заклею конечно вот этот нано скотч и вот так ее приклею чтобы она была здесь она таким образом будет держать салфетки и пакеты здесь будут мне для хранения больше всего нравится комода потому что с ними легко какой-нибудь форму кладешь все в порядке а в шкафах нет шкафах не так здесь вот еще одну надо такую форму купить такой же чтоб все вот это поставить чтобы она не падала так очень удобно и грязное белье тут же и мыло и по пятновые водители здесь у меня полотенце здесь у меня косметика фены а здесь у меня ножницы бумага теперь салфетки для для лица я их вот так держу здесь удобно вытаскиваешь и отрывается столько сколько надо они не в пыли и не занимают много лишнего места и теперь у меня коробочка с пакетиками все чистота и порядок перчатки сюда сюда здесь тоже порядок эти на кухню перчатки чтобы случайно их не испортить здесь чистота и здесь чистота капель блестит ванна белоснежная все чисто и порядок главное не наводить такие беспорядки потому что разгребать эти завалы очень сложно вот поддерживать порядок всегда легко надо повести этот крючок чуть-чуть ниже так потому что он закрывается все а этот этот тоже можно чуть-чуть ниже вот так удобно такие крючки потому что здесь много пространства которое можно заполнить чем-то висячим так ниже ниже заполку задел чтобы за полку не задевал прекрасные ноги можно можно закончить всем пока до новых видео не будешь не ну не 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 Продолжение следует...